Всем привет на обзоре, как его бренд-то называют, Армав, Армав, Буцефал. Ах, Армав. Почему Ах? Почему все считают, что если покупать какие-либо похожести, похожести на ароматы, то ты себя чем-то как-то ставишь в какой-то другой сегмент. Потому что, мол, вот аромат похож, и, мол, вроде бы как бы Кридус Авентус. Но на самом деле, как бы в любых ситуациях, я бы лучше бы, конечно, выбрал Кридус Авентус. Честно. Вот это, как бы, помпа, да, для увеличения груди, вот это вот все, да, кому это надо. Вот. Или для увеличения своего причинного места. Во-первых, хочу сказать, ну, то, что я уже говорил, да, то, что, как вы там видели все это. Почему такое отношение к данным брендам? Не буду я больше покупать никаких этих похожестей, арабов, хоть пусть они 500 рублей стоят. Лап, Де Найт, вот, вот, вот там, вот там, вот там чувствуется, чувствуется этот Кридус Авентус. Да, блядь, лучше купите этот Кридус Авентус, и не чувствуйте то, что чувствуется кем-то. И когда-то, и чем-то. Начнем с того, что версия у меня, безусловно, версия у меня, безусловно, французская, Made in France. Я так думаю, они это делают, видать, нарочно, для того, чтобы показать, что ты не арабской парфюмерией пользуешься, а французской. Фрагранс, Made in France. Фрагранс, лучше бы это было бы ОАЭ, Объединенными Арабскими Эмиратами. Но все вы понимаете, что, как у нас вообще, в принципе, отображение об арабах, вот этих арабской парфюмерии ведется. То есть, вы считаете, что, ну, многие из нас считают, что арабская парфюмерия, это какие-то, вот, вот, вот они на кого-то похожи. Да, действительно, так и есть. Посмотреть фрагрантику, извините, с 15-го года по 21-й год, они там используют, там, 148 ароматов, ебнется можно. Ну, так, сами понимаете, они делают то, на что уже похоже. Зачем? Вот вопрос, зачем? Я тоже задался этому вопросу за тем, наверное, что имеют ценовой сегмент более дешевле. Начнем с того, что, ну, тут отколупываться стало из-за тех усилий, что я нажимал. Я не знаю, будет ли видно. Красочка вот эта вот, вот, напыление вот это вот. Ну, она стала чуть-чуть. Слазить. Слазить. Ну, блин. Я понимаю, из-за чего может быть, да, из-за насыщенности компонентов. Вот она. Черная. Монталь тоже слазит, но у меня больше, как бы, таких вот казусов не было. А об аромате в целом давайте быстро пробежимся, потом будем полемику уже соблюдать. Диффузорность аромата летом метра два, может быть, даже четыре. Зимой вот так вот. Вот прям как рубашка к телу. Никакой диффузорности, то есть шлейфовости. Звучит зимой часа два, летом часов восемь. Хорошая и интересная интерпретация. То есть аромат создан непосредственно для теплых воспоминаний лета и так далее. Вот эта коняшка меня больше... Я и подпилил рашпилем ушки. Более аккуратные сделал. Вот. Ну, интересно, держать как бы дома, да, для себя шахматную фигуру, здорово. Что еще? Чем звучит? Ананасы присутствуют в не кислой ее форме, чего я очень недолюбливал. При этом тот же самый Авентус. Немножко было вот это лаванда кислого, лаванда ананасовая, вот, созвучив у Авентуса. Здесь же этого нет, это приятный, приятный мягкий аромат. Деревяшка. Сухая деревяшка, мягкий ананас. Все. Еще. Мне не жалко вот этой ерунды. Я его уже на себе не чувствую, понимаете? Почему я ее распыляю здесь? Потому что зимой уже вообще, вот, ну, никак. Он где-то там далеко-далеко, чувствуется еще нелегкий пластик. Знаете, ветиверность чувствуется та самая о фреш у Тердермес. Вот прям та, вот эта пластиковая оттеночность. Но при ношении летом все-таки есть ананасы приятная вещь, есть вкусность приятная эта вещь, и есть вот эта жасминовость. Она дает небольшую риторику того, что, что это такое, как бы спрашивается. Нет индольности. Хотелось бы учуять этой индольности, но жасмин бывает разный. Здесь все-таки он какой-то припыленный. Припыленный и слабо расцветающий. Плюс деревяшка плоская, сухая. Вот что. Плюс еще заметил вкусность. И вкусность вот эта ванильная, она очень округлая, и она не создает вот этой яркой насыщенности вкусности. Она создает более спокойный, размеренный и приятный. Ну, реально приятная вещица на лето. Про стойкости я объяснил, про звучание я объяснил. Вот, в принципе, все, что я слышу. Сейчас он ананасовости не слышно вообще, в принципе. Он сейчас метаморфозы, у него совсем другие на холод. Выдыхать хочется, это приятно. Вот. Это похоже на что-то искусственное, приятное, вкусное. Будем считать, что это ваниль. Да. Ваниль плюс древесные, теплые, амбровые. Вот они, да, да. Летом еще этот амбровость, точнее, амбровость в смысле янтарности. Вот что округляло вот эту ваниль, янтарность вот эта округляло, теплая. Сейчас эта янтарность есть, но она какая-то более суховатая. И вот этот вот ванил, ванил, а он с этой янтарностью, с этой янтарностью, да, все правильно сказал, хотел сказать амбровостью. Потому что амбровость нужно считать в животном интерпретаре или же именно в несъедобной чего-то такой, не анималистической янтарности, амбровость. Вот мне здесь нравится то, как зимой открывается амбровость. Она очень политкорректна, она очень сидячая, она очень, очень классно, здорово. Но, если вы хотите Кридус Авентус, не покупайте аналоги, покупайте Кридус Авентус, не покупайте никаких этих аналогов, бокоруки, руж и так далее. Покупайте оригинал, потому что только в оригинале вы услышите то, что вам надо. Я понимаю, да, ценовой сегмент, и этот ценовой сегмент вас выбивает из колеи. Тогда не покупайте. Потому что, чтобы не разрачаровываться, вот разрачаровываться, когда разрачаровываетесь, у вас начинает вот это все вот бомбить. Вот он такой, вот он сякой и так далее. Интересно, он летом. Блять, меня это напрягает, конечно, вот это все вот отколупывание красочки. Здесь все хорошо, с этим предметом все здорово, но здесь, конечно, да. Вот сколько бы я не наносил, у него распыление очень такое... Вот она, вот эта свежая нота, она очень быстро улетает и убегает. Я не знаю, по какой причине. Возможно, это цитрус. Явно это цитрус, потому что... Красивейший цитрус здесь сделан, вот, который потом в ананасовость переходит, приятную, нормальную, легкую, округлую, которая не тянет тебя, не гробит тебя. Вот это мне нравится. Я тут... О! А теперь сладинка поперла. Я тут нахера чем ее ночью. Вот она, узнаваемая, вот эта кридусовская, вентусовская, ананасовская их нота и звучание вот это вот. Ну, блин. Как бы, я хочу сказать, вас предостеречь в том, что не приобретайте аналоги. Они аналоги, понимаете? Аналоги. Вот. И... Ну, это приятно, да, я хочу сказать. Неплохо. Ну, если много наносить. Я на себя достаточно много наливал. Я заметил такую интересность, что... Ну, почему еще? Как колупавец. У них достаточно маслянистые остаются следы. И на одежде, по-моему, не остается, но на теле долго. И вот когда жарко и влажно, идет, знаете что? Идет сладковатая древесина. Она не кисленькая, она немножечко фруктовая, если брать за основу то, что там написано, смородина. Но если только такая припыленная чем-нибудь, прибитая припыленным мешком. Ну, вкусненькая. Вообще, вот такие ассоциации. Еще, ну, вот это на тепло. На тепло, безусловно. И я думаю, что на горячую кожу. Единственное, что хотел бы добавить, что... Ну, в принципе, об аромате все. Я долго затягиваю, 11 минут, 12. Все, что тут написано, ростес и так далее. Ростес ты на кензу написан, да? Ну, от этого аромат... Все же аромат не может быть хуже. Я думаю, что Made in France это делается для того, чтобы не убиваемые были, не сногсшибательные были шлейфы. Потому что шлейфа зимой вообще никакого. То есть вы не ждите от него зимой шлейф. Летом есть. Все хорошо, приятно. Но, учитывая, что Made in France, я бы хотел получить ОАЭ. Вот если бы я получил ОАЭ, я бы еще посмотрел бы и сориентировался бы. Я думаю, что в ОАЭ... Все же, как бы вам хорошо было его поставить. В ОАЭ звучало бы намного лучше и интереснее. Но я думаю, что вот отзывы на фрагрантики дают нам неправильное понимание. Неправильное понимание, неправильный контекст. Того, что... Слушай, а пахнет приятно. Ну, просто приятно пахнет. Да, он звучит к этим Кридусам Авентусам. Вот это вот, вот, ананасовость. Вот это... Нет, не мороженность. Кислости нет. Ну, чувствуется, да, он чувствуется. Есть Буцефал номер 11. Я думаю, что покупать я больше ничего не буду. Вообще не из этих вот ОАЭ и так далее. Не хочу. Не хочу брать аналоги. Не хочу себя портить в том плане, что, блин, оригинал звучит лучше. Денег, если нет, то тогда и покупать не буду. Если на Бакару Руж я еще как бы думаю что-то приобрести. Ну, там тоже, по-моему, подпортили уже аромат. Безусловно, и стали его сделать более-более насыщенным. Здесь я хочу сказать, что Мадрин Франсе более легкий вариант того, что Кридус Авентус, он приближен. Он действительно приближен. Ну, не хочу сказать большего. И зачем? Ловишь легкий флёр. Приятный. Реально приятный. Но он быстро затухает, я хочу сказать. Он быстро затухает. Я его выключу и, наверное, весь таким образом. Безболком будет пахнуть. Но холодно, когда холодно, и он мне звучит как нужно и правильно. Но не рекомендую. Очень много пафоса вот этого вот. Качание груди вот этой вот, да, ниш-ниш. Шерифт у них почему-то немецкий идёт. Вот этот вот. Ахтунг-Ахтунг. И так далее. Стерлинг-Парфюм-Сну. Я думаю, что действительно не зря было написано Made in France. Для того, чтобы вам показать о том, что он европеизированный. Вот таким образом. Если было бы ОАЭ, там было бы сногсшибательное и бомбо-чувствительное. В аромате что-нибудь. Ну, не буду больше покупать. Не буду тратить ваше внимание на то, что и зацеплять его. Но носить его летом надо. Но всё-таки вот пропала та какая-то кислость, которая мне всегда казалась, что какие-то мускусы добавлены. Ну, приятно. Вот зимой приятно его слушать. С одеждой его приятно слушать. Он не отталкивает. Но, опять-таки, похожесть. Покупать ради похожести. Уж лучше куплю то, что похоже на Авентус. Кридус. Если когда-нибудь случится. Всё, пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok